О ситуации в бизнесе и мерах поддержки говорили сегодня на заседании Курсовета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей. 2020 год стал для реального сектора экономики испытанием на прочность. В будущем году на поддержку малого и среднего бизнеса в Чувашии будет выделено более 650 миллионов рублей. Средства рассчитаны на реализацию 160 инвестиционных проектов и создание 440 рабочих мест. Льготное кредитование планируют продолжить. Между тем предприниматели продолжают жаловаться на частые проверки, коррупцию, слабую информированность, бюрократию и высокую налоговую нагрузку. Это данные опроса проведенного Минэкономразвития. Идет серьезное отвлечение сил и средств на то, чтобы взаимодействовать с налоговой службой. И вы в этой части, я просил бы, довести порядок, стандарт, алгоритм действия ваших служб. С тем, чтобы мы сегодня четко довели до бизнеса общества и до ваших коллег. Блокирование счетов, да, там здесь просто сказано из-за маленьких недоимок. На самом деле тема очень часто поднимающаяся. И есть запрос, есть ли такая схема, если нет, можно ли его ввести, предварительно предупреждение предпринимателей и дать им срок все-таки погасить эту недоимку. Зачастую недоимка небольшая, а блокировка счета даже на один день – это существенная проблема может возникнуть, когда речь идет о выполнении контрактов. Самих проверок по количеству стало меньше. Налоговики учитывают ситуацию. В этом году за 11 месяцев текущего года мы провели всего 40 выездных налоговых проверок по всей республике. Если мы говорим, например, берем отчет несколько лет подряд, в 2017 году мы проводили 160 выездных налоговых проверок, в 2018 году 123 выездные проверки за год, сейчас мы уже провели только 40 выездных налоговых проверок. Снижение составило более чем в 4 раза. У нас идет блокировка счетов не только тогда, когда есть недоимка, но еще если наш налогоплательщик не представил налоговую декларацию в налоговый орган, либо если он не исполнил свои обязательства по предоставлению в налоговый орган документов в электронной форме, если у него имеется недоимка. В этом случае, если у него имеется недоимка, мы сначала налогоплательщику направляем требования об уплате налогов. В любом случае с каждым предпринимателем надо разбираться индивидуально. Органы власти в такое непростое для бизнеса время намерены поддерживать владельцев. Напомним, в этом году были упрощены процедуры предоставления господдержки бизнесу. В частности, сроки рассмотрения заявки на получение микрозайма сокращены до одного рабочего дня. Кроме того, максимальная сумма выдаваемой гарантии по кредиту на один субъект малого и среднего бизнеса увеличена до 100 миллионов рублей. Здесь мы обращаем внимание субъектов малого и среднего предпринимательства. Пожалуйста, обращайтесь. Есть суммы, есть средства, порядок тоже упрощен. Если вы берете кредиты в банки, кредитный комитет банков одобряет эту заявку, то Чувашская республика имеет возможность выступить поручителем до 70% от размера займа, который вы просите в банке. Работа соответствующим образом уже отлажена. Нужны проекты, нужны заявки. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.